ребята всем привет из сочи сегодня 8 декабря 2020 год ровно 40 лет назад в этот день был убит джон леннон у меня с этим днем связаны особые такие воспоминания скажем так был такой первый интимный опыт общения с девушкой и проснувшись утром я включил радио и по радио сказали вчера ночью был убит зоны посмотреть какое совпадение вот именно в этот день все это и произошло на тот момент не было что мы почти 16 лет значит разберем амур локомотив сибирь витязь авангард автомобилисты торпеда цска и вы сейчас смотрю по культуре значит ста с нами над андрей макаревич очень интересно не рассуждают про битлос про джона леннона почему я касаюсь это тем потому что музыка это у меня на первом месте спорт на втором я очень люблю музыку и попал на радио поработал музыкальным редактором правда небольшое время такой но успел сделать 8 передач про музыкантов поэтому не только спортом я так сказать подпитываюсь в этой жизни в сочи прекрасная погода ночью плюс 5 выходит солнце где-то плюс 15 замечательно прекрасно очень такая очень хорошего вообще в это последние годы в сочи климат стал намного лучше мало дождей в этом году очень мало даже просто очень мало мало вообще мало дождей все время солнце 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 путин разгоняет и тучи облака значит по моему это очень дорогой удовольствие там не он и серебра где-то распыляют когда он приезжает и значит постоянно хорошую погоду в случае всем рекомендую да еще если новости сочи я иногда своих роликах говорю про сочи то есть не только про футбол про хоккей про баскетбол да значит железную дорогу будут переносить от сочи до туапсе не за там 100 километров или сколько вы представьте вот эта железная дорога вот она вся будет принесена в горы это огромный дорогостоящий проект в россии очень богатая страна и поэтому вот эта вся земля который принадлежит сейчас ржд ржд российским железным дорогам она вся уйдет под подстретельство отелей то есть будут отели 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 в общем все будет в отелях да я не знаю сколько будет значит сколько там будет от или там будут сотни от или десятки сотни отелей будут построены в ближайшие годы и все включено то есть в ту в турцию люди будут ездить только когда будет сочи холодно а в сочи холодно только у нас значит ну скажем так с ноября по апрель холодно остальное время тепло то есть загор но загорать можно и в марте два дни и феврале и в декабре можно загорать если плюсовая плюсовая температура там около 20 до многие ходят шортах ладно амур локомотив я предварительно посмотрел здесь традиционно тотал меньше в прошлый раз со спартаком не получилось но это матч уникальный был у амура как правило тут он меньше дома проходит у локомотива в гостях тоже как правило проходит меньше пяти с половиной вот конкретно они когда друг с другом играть мне считать эти 2 1 0 2 3 1 0 1 0 1 то есть меньше четыре с половиной даже проходит вот но значит по личным встречам и тут непонятно кто вы кто выиграет то проиграет может и амур кстати выиграть на амур дают здесь 360 на локомотив рубль 85 я бы туда сюда не полез я думаю что амур не проиграет больше чем ну может быть в 2 гола может быть там будет рубль 30 но маленький коэффициент потому что как-то амур дома он мало кому проигрывают сразу вот они локомотив провели 0 2 0 1 0 1 а выбор так 2 1 3 1 если назад отмотать вот проигрывали ли они крупно когда-то вот вот 4 4 1 1 потом опять 2 1 1 2 3 2 2 2 1 2 вот 2 5 и потом опять вот 2 0 амур уже 3 3 3 4 3 5 вот две шайбы две шайбы максимум все значит закрываем это этот матч и значит сочи будут строить огромный остров перед олимпиадой вы хотели строить но потом мировой кризис кризис начался денег не хватило будут строить все таки остров где вот адлер вот там sirius вот это значит продал sirius это вообще отдельная история возглавляет его мой мой земляк на рельчане из норильска бывший там один из руководителей норильского комбината не старый человек так он молодой парень то есть путин делать нормально будет огромный остров там будут значит опять же отели там огромный небоскреб какой-то хотят построить вот но тут очень сложные грунты и плюс землетрясения поэтому я не душу там будет 100 этажей может быть этажей 20 построят и все сочи по-моему самый высокий высокое здание по моему 20 чем-то больше не рекомендуется потому что землетрясения вот я в этой квартире пережил землетрясение 23 декабря 2012 года стены вот так вот все я выбежал из дома и потом чтобы все закончилось поэтому огромные огромные перспективы у этого города огромнейшие просто это самый лучший город будет наверное в мире потому что россия сама по себе самая лучшая страна чушь там говорить вот сама по себе а уж сочи учитывая климат географическое знач положение и инфраструктуру и сколько сюда денег вливают значит переходим к следующему матчу и кстати локомотив помна один день позже играл и как бы у амур небольшое все-таки преимущество все-таки локомотив вот он последний матч играл в новосибирске 6 декабря вот они вот идут по этому графику вот локомотив сыграл северстали потом он выезжает в астану проигрывает там 3-1 в новосибирске берет два очка в овертайме то есть они постепенно на восток на восток на восток и последний пункт у них это аму иногда бывает что с амуром и два матча проводят вот тут важная история потому что если будет потом второй матч что один матч может выиграть амур второй матч может выиграть локомотив но мы в эти дебри лезть не будем потому что не будем значит но локомотив играл на один день позже он играл 6 декабря амур играл 5 играл дома амур уже две игры дома провел выиграл у спартака 6 2 3 числа 5 прогул сочи в упорной борьбе 2 3 вот и теперь принимать локомотив в общем все на стороне амура я мало мор может выиграть поэтому я тут не буду я не рассматривались победу локомотива значит сибирь витязь более сложный матч себе еще странная команда любитесь эта команда вы знаем витязь в трех последних матчах в гостях проиграл но проиграл одну шайбу не более вот северсталью 21 прыгают 3-3 с динамоминск 22 с борисом то есть очень неуступчивая команда витязь на именно в гостях личные встречи в новосибирске 41 себе 42 себе 45 витязь 32 себе 52 сибирь то есть здесь у них в четырех из пяти проходит обе полтора больше вот мы также знаем что дневные матчи вот эти они как правило на тотал меньше вот особенно амур локомотив там будет 4 меньше гола скорее всего я уже сказал сибирь витязь начинать в 15-30 обеих команд значит были матча 6 декабря сыграны сибири уже четвертый матч будет проводить дома и вот она все матчи сыграл так 20 со спартаком 11 сочи 33 с локомотивом значит нет ни такого большого преимущества нет ни ни одной из команд со спартаком 20 это как бы небольшое преимущество да и вот с локомотивом результативно сыграли они бары с витязем тоже 22 эти значит и сибирь ничего сыграл и витязь сыграл предыдущий в ничью в общем пачку они зацепили те и те как бы нормально они тут по трассе витязь нет нет цепляет очки в овертайм еще как-то еще как-то очень цепляется барахтается вот но по личным встречам преимущество сибири и она все время забил забивать 3 4 4 3 5 вот так забивает она поэтому в этом матче три с половиной больше я так предполагаю хотя мальчике начинается в 15-30 и вот они еще играют 23 подольск у них выиграл 3 1 2 2 4 0 7 4 4 4 7 4 4 4 4 3 3 и только в седьмом году них было 20 то есть 44 гола у них как правило как правило вот исходы здесь конечно трудно что-то сказать на себе дают двойку на витязь до 330 на больше меньше дают как-то исполна больше но рубль 30 как бы ни о чем 4 больше дают рубль 42 конечно и здесь обе забит на 40 минуту я думаю что это легко зайдет обе забит на 40 минуту и в идеале конечно обе полтора больше ну потому что вообще я бы не глядя бы эту ставку поставлю не просто смущает то что 15-30 вот этот дневной матч может быть не прокатит авангард автомобили 17 00 здесь смотрим внимательно 6 числа играли обе команды авангард идет без поражения пять матчей даже больше вот в десяти матчах последних авангарда только одно поражение от амура 21 хабаровске и в последней игре выступил в овертайме северстали но очко зацепил то есть авангард цепляет очки упорно это омская команда за которую по моему три сезона выступал яромир ягар кстати этот доминик гашек тоже играл где-то чуть ли не в авангарде сейчас не могу вспомнить тоже доигрывал до его уже 40 лет ему было что-то до 40 с чем-то он играл то есть авангард отметился но там был губернатор хороший там деньги платили и сейчас они по моему где-то в балашихе там базируется в подмосковье автомобилисты сплошные поражения 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 то есть смотрим коэффициенты как бы не было слива но знаете на авангарду это рубль 80 мне кажется надо брать двойной шанс авангарда почему когда вот такие истории возникают вот команда про 1 по силе проигрывать а другая все выиграть у них бывает так часто что чпок и ничья ничья а в овертайме значит берет все-таки сильнейшие как-то так и вот по таблице например если посмотреть автомобилист он на самом деле неплохо он идет он в шестерке вот шестое место восьмерки не 40 очков ниже него торпеда себе что с команды случилось то ли она распродажа очков устал то ли она какая-то полоса пошла в дивизионе харламова не на четвертом месте и из пяти идут уже в четвертке авангард идет на первом месте у себя в дивизионе чернышева и вообще авангарду восточной конференции на втором месте 47 очков вот ну тут я думаю что надо посмотреть личную встречу во первых 63 авангард 24 автомобилист 1130 авангард 21 опять авангард то есть только одну игру был автомобилист 24 и так значит авангарда как бы преимущество по статистике но если назад еще отмотать вот 31 авангард 23 автомобили с 30 авангард 21 авангард 12 автомобилист в общем у них как правило проходит тот он меньше 5 вот например последняя игра была 63 24 октября в этом году маловероятно что спустя полтора месяца они опять сыграют 63 но надо последний вот рассмотреть авангард дома просто всех обыгрывают вот акбарс 30 1 декабря обыгран амур 42 акбарс еще раз 30 обыграли они 23 ноября сочи 32 обыгран автомобилист этот обыгран 63 да то есть они обыгрывают 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 мне кажется здесь и более надежно это просто я думаю авангард просто победит и все учиты такой бешеный коэффициент который это рубль 80 я не знаю что там почему так ну возьмите фору 0 там какой-то двойный шанс потому что я сказал свое видение по тоталом что кажется что меньше то есть они из пяти матча 4 говорят но тут он меньше какой-то один пятый у них значит там 63 вот потом опять четыре матча играет на сушняк там баха 567 голов сейчас минутку открою ленты проходи не сейчас заканчивается как приехал ли не сейчас будем заканчивать так торпеда в общем по вангарду понятно что двойные шансы или победа торпеда там чайник сможет замыкала горела не фига себе так это лёша делами так торпеда цска торпеда тоже не уступчиво такая команда ты хоть и ставишь сегодня поставишь значит у нас торпеда идет в пяти матчах 4 победы цска в пяти матчах 3 победа цска последнюю проиграл минску то есть ну сто процентов они подарили 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 минску эта политика торпеда с культуем 4 4 сыграла в подмосковье то есть базируется культуем так почему-то цска играл 3 числа торпеда играла 5 то есть цска более свежие цска отдыхал долго долго отдыхала не более свежие но эти тоже три дня отдыхали поэтому по личным встречам расклад такое в нижнем городе 2 2 и потом цска дожил 11 и потом цска дожил 0 3 цска 1 1 и внутри то есть из пяти матчей торпеда ни одного не выиграла в основное время торпеда ни одного матча не выиграла ну значит вывод какой двойной шанс на цска душу не вынесу постоянно вот 1 5 цска 1 30 ска 3 5 1 3 0 3 3 3 последний раз торпеда выиграл четырестом году 30 31 16 опять цска короче сколько дают на победу цска ты знаешь сколько так рубль 40 но все понятно что цска должен побеждать но и тут по тоталам тоже мутняк потому что как правило у них тут поменьше 2 2 1 1 0 3 1 1 0 3 потом бах 1 5 но так как последняя игра была у них 2 2 8 марта то есть как бы четыре голова многовато наверное сегодня будет меньше пике но в общем-то забивные те и те и я бы не лез здесь в тотал и вот в идее так цска не проиграть тут он меньше там шести с половиной там какой 33 допустим да вот но учитывая то что торпеда вот кульонию 4 забила витязю 3 трактору 2 металлургу 2 югерит у 3 ну цска значит на смотри какая оборона и так цска в гостях пропустил 35 голов 16 матч в среднем 2 голова пропускает торпеда дома торпеда дома забивать среднем больше три уголов 17 матч 54 ну примерно 32 такой счет нарисоваться но повторюсь ними они как-то друг с дружкой у них тотал большой не получается но цска последнюю группу проиграл минску поэтому сегодня им надо наверно как-то реабилитироваться а у торпеда слишком хорошо график у них видится у них всеми последних играх только одно поражение мы пора будем жить и проиграть еще раз я так думаю а вот цска кстати вот в десяти последних матчах тоже только два поражения причем в последнем матче то есть вряд ли цска проиграть два матча подряд вот что так что вот вот такое вот видение и кстати амур с локомотивом тоже посмотрел вряд ли там будет много голов потому что он получается как-то 22 матча подряд на туда больше у кого-то из них я предварительно смотрел тоже не получается поэтому подписка лайк переходите по ссылке закопленных комментариях и регистрируйтесь в молбете получайте огромный фрибет отыгрывайте его в моей группе вступайте в мою группу пишите мне на ватсап всем удачи при этом случае пока